И в Библии написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это означает, что если ты гордый, то Бог против тебя, Он тебе противится. Если ты проявляешь себя в этом мире как горделивый, чрезмерно гордый человек, то ты против Бога прешь, шансов на успех у тебя маловато. В бизнесе, в частности, в нашем так. Я знаю множество людей, которые не преуспевают исключительно из-за того, что чрезмерно горделивые. Что значит горделивый? Ну, это я вот вижу таким образом. Вот я что-то делаю в бизнесе, у меня не очень хорошие результаты. Рядом человек делает успешно, зарабатывает много. Но поскольку я гордый, то я не иду и не спрашиваю, как он это делает. Я не прихожу и не говорю, слушай, у меня не получается, я хуже тебя работаю. Я чего-то недопонимаю. Не мог бы ты мне, я смиряюсь перед тобой, поделиться, рассказать, как ты делаешь? Нет. Большинство, к сожалению, из-за гордости, из-за непонимания основных фундаментальных истин, продолжает долбасить сами. Как научены, как привыкли, как понимают, неуспешно, зато по-своему. Находят оправдания, находят аргументы в пользу своего метода или приема, или способа, или какого-то вида действий. Но продолжает по-своему. Если что-то и перенимают, то с гордостью, горделиво, то есть без смирения, подглядят и делают, но по-своему. А мы вот так сделаем все равно. А мы все равно вот так сделаем. Не будем мы копировать, унижаться. Речь не о том, чтобы унизиться. Речь о том, чтобы преуспевать. Я очень долгое время был таким горделивым. Я только пришел в бизнес, и первое, что я сказал, сам себе, подождите, я сейчас вас всех сделаю. Бац! И рожут разбил себе. Бац! И еще раз. И много-много раз. Кто-то, я вот из тех, из горделивых. Кто-то что-то делает успешно. Я говорю, а мы сделаем по-другому. И посмотришь, как мы вас замочим. Как мы вас обойдем, у нас будет больше людей, у нас будет круче и так далее, и так далее. Короче говоря, со временем, через годы, после долгих ошибок, разочарований, страданий, соплей и слез, я все-таки принял решение гордость свою засунуть в унитаз и идти на поклон к тем, кто преуспевает. И это дало свой плод. Я помню, был такой, в компании, в которой я работал, в Гербалайсе, был дистрибьютор номер один, самый лучший дистрибьютор, который, ну, самый лучший дистрибьютор определяется просто. У кого больше товарооборот, у кого больше чек, кто ты лучший дистрибьютор. В бизнесе все только так измеряется. Покажи свой чек, и мы скажем на каком-то месте. Он получал там сотни тысяч долларов в месяц, за 300, далеко, и звали его Джон Петерсон. Он и сейчас, наверное, работает там, ну, относительно, конечно, работает символически, чек получает. Но он был очень крут, и он год за годом держал первое место. А ежегодные экстраваганты, мероприятия, и там получить из рук Марка Хьюза, президента компании, чек на определенную сумму поощрительный, да и вообще держаться в рейтинге на первом месте год, два, три, четыре, это невиданное, конечно, мастерство, благо и так далее. И он работал в интернете. Как он работал в интернете? Что такое интернет? Каким образом он действовал? Невозможно было мне понять, потому что не было никакой информации, были какие-то разрозненные сведения. Я вот часами по многу раз пересматривал какие-то видеокассеты, на которых он что-то говорил с плохим переводом и пытался выучить что-то. Я помню, он выступал на какой-то школе на обучении дистрибьюторском для лидеров. И он, дистрибьютор номер один, много лет, самый богатый парень, Гербалайф, рассказывает о том, как он работает. И после его выступления, а он такой скромный человек, после его выступления выходит здоровенный такой парень, тоже член президентской команды, человек которого во много раз, в десятки раз меньше, чем у этого Джона Петерсона, и начинает его мочить. Причем не напрямую, а так завуалированно, но всем понятно. И он начинает говорить о том, что вот, напридумывали тут некоторые всяких разных систем, всяких разных интернетов, когда мы продаем вот продукт, вот этот вот продукт для здоровья, надо просто продавать, нефиг выпендриваться. И он начинает его мочить. А его поддерживает целая куча лидеров. Это вот явное такое, я был просто в шоке, я уже к тому времени созрел, я уже гордыню свою смирил, и я был просто в шоке, почему бы им всем не прийти, не спросить, как ты это делаешь из года в год лучше всех. Первый, один из первых, Марк Юс, президент, сказал, ребята, смотрите в сторону интернета, там будущее. И этот Джон Петерсон первым начал, это было в 1998, там каком-то восьмом, или седьмом, или шестом, или девятом, или это в 2000 году. Он уже тогда это делал. И они ополчились против него, и он после этого брал заключительное слово, и я видел, как он испытывал неловкость, как он сглаживал углы, как он не хотел разжигать конфликт, как он подстраивался под ситуацию. Человек без гордости, без гордыни, умный, мудрый, возможно, верующий. Так везде, так всегда. Ну ладно, в бизнесе там люди далеки от христианских ценностей, многие, к сожалению, но в самой церкви. Я не беру там инквизицию, когда махровая реакция и консерватизм жуткий. Я беру современную церковь, не так давно еще совсем. Вот я читал недавно, один проповедник белый приехал в Африку и начал успешное служение там, и у него стали расти церкви, потому что люди приходили и получали от Бога ответ на свои нужды, помощь реальную, в том числе и исцелялись. Он просто долго молился, он общался с Богом, он читал Библию и научился, понял, осознал и поверил в то, что Бог не просто спасает людей от смерти, но он еще и исцеляет. Если человек верит в Бога, то он имеет стопроцентное право быть здоровым. Если он действительно верит, то он исцеляется от любого заболевания, от любого. Рак, не рак, там нога выросла, неважно, это Богу возможно все написано. Короче говоря, он, не буду вдаваться сейчас в эти подробности, он начал такое свое служение исцеления, и он зафиксировал огромное количество, а люди в Африке как младенцы, они верят всему, и у них такие чудесные результаты. Короче говоря, глухие слышат, слепые смотрят, хромые начинают ходить, рак проходит, всякие разные диабеты и прочее-прочее исчезают, и массовые исцеления, и на этой волне, конечно же, рост в церкви, и еще больше укрепляется вера. И он написал книгу с примерами, с фактами, с медицинскими подтверждениями, свидетельствами, и эта книга приобрела такой, в общем, распространялась со страшной скоростью. И вот эта динаминация, в которой он, организация христианская, в которой он, значит, вел свою миссионерскую деятельность, все лидеры собрались изучать его труды, его работы, плоды его, потому что, ну, интересно же, ни у кого в церквях нет такого роста, потому что нету явных чудес, таких проявлений сверхъестественных. То, что Иисус сделал, тот он делает. И, короче говоря, они все это тщательно изучили и приняли решение, что, да, вообще-то, в принципе, конечно, похоже на правду, но поскольку мы должны... Короче говоря, они ему запретили это делать. Они приняли решение книгу уничтожить, а его исключить из своей организации. Борцы за истину. Это гордыня называется. А в Библии ясно написано, Бог гордым противится. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если мы с вами занимаемся бизнесом, я привел пример из бизнеса и из христианской жизни. Если уж в христианстве проповедники, люди, которые профессионально служат Богу, демонстрируют вот такую ужасную гордыню, то о чем говорить в бизнесе? Конечно, многие не преуспевают по этой причине. Более того, они воинствуют, они объединяются в группы, и против тех, кто преуспевает, используя какие-то непривычные новые способы деятельности, они против них еще единым фронтом выступают. К чему я все это вам рассказал? Кто-то уже опытный человек и понимает то, что я говорю, в полной мере, а кто-то только приступает к бизнесу. Это важнейшая мысль. Это фундамент успеха. Гордыня – один из самых страшных грехов. Смиритесь, учитесь, спрашивайте, не стесняйтесь. Идите к тем людям, которые действительно преуспевают, не те, которые пыль в глаза пускают и действуют по правилам, которые были всегда. Ищите людей, которые имеют реальные результаты. Смотрите только на тех, кто зарабатывает деньги. Не служите умников, у которых денег нет. В нашем деле показатель один – чек, размер денег, размер организации, темпы роста. Вот показатель. Не стыдно спрашивать, не стыдно унизиться. Да это не унизиться называется, это проявить мудрость. Сказать, боже, я этого не знаю. Друг, помоги мне. Я этого не знаю. Коллега, я работаю 10 лет, ты всего 2 года, ты преуспеваешь. В чем дело? Несмотря на свой опыт, я не знаю, как ты это делаешь. Не мог бы ты меня научить? Это правильно. Это приносит плод, это приносит уважение, повышает вашу самооценку. Вы становитесь другим человеком. Не бойтесь спрашивать, учиться и демонстрировать смирение. Это принесет вам реальную пользу, потому что так говорит Бог. Я желаю вам удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok